Помощь военнослужащим, подготовка к отопительному сезону и эти и другие вопросы глава республики обсудил на совещании с главами городов и районов. По подозрению в незаконной банковской деятельности задержан житель Черкеска. Какую схему придумали подозреваемые для нелегальных банковских операций? Сегодня православные верующие отмечают медовый спас о пользе меда и в чем главная тайна пщеловодства. Смотрите в программе. Четвертый по счету турнир памяти выдающегося тренера по боксу Александра Давыдова стартовал в Черкесске и собрал спортсменов со всей России. Здравствуйте на телеканале Россия 24 вести Крачево-Черкесия. Накануне глава республики провел совещание с главами городов и районов Крачево-Черкесии. На повестке ряд актуальных вопросов помощь военнослужащим и их семьям, готовность образовательных учреждений к новому учебному году, а также подготовка объектов ЖГХ и социальных учреждений к осенне-зимнему отопительному сезону. Также муниципальные районы в тесном контакте с правительством республики принимают активное участие в формировании гуманитарных грузов для Курской области. На этой неделе будет отправлена очередная партия. В этот процесс включились не только органы власти, бизнес, но и сами жители Крачева-Черкесии, которые всегда проявляют неравнодушие в любых вопросах, что касается помощи, добавил глава региона. Отправлен очередной груз в зону СВО ребятам из Крачева-Черкесии. Он был сформирован по обращению командования 34-й отдельной мотострелковой горной бригады. Постоянная связь с нашими бойцами позволяет узнать об их потребностях и оперативно реагировать на заявки. Что на этот раз отправили военнослужащими? Кто еще оказывает им постоянную помощь, расскажет Алла Качиева. Легкая мототехника и дополнительное техническое оснащение – все это необходимо нашим бойцам в выполнении боевых задач на передовой. Очередной гуманитарный груз был укомплектован под эгидой единого республиканского штаба при главе республики Рашиди-Тимрезове, созданном для оказания всесторонней помощи военнослужащим из Крачева-Черкесии, который принимает участие в специальной военной операции. Сейчас мы сформировали очередной груз, в состав которого вошла сейчас легкая техника, моторные, мотоциклы в основном необходимые для фронта, квадрокоптеры, тепловизоры. И в этот раз мы еще направляем на фронт эгидроны, которая собрана на территории республики. У нас собственное производство открылось. И техническая база у нас есть. Мы можем уже направлять и сложные технические вещи, которые созданы у нас в регионе. Поддержка бойцам, которые сегодня борются с нацизмом, руководством Крачева-Черкесии оказывается с первых дней спецопераций. Хотелось бы сказать, что с начала специальной военной операции правительства Крачева-Черкесской республики на постоянной основе оказывает манитарную помощь в 34-й отдельном оттенке. Правительство Крачева-Черкесии представляет тот перечень манитарной помощи, который действительно необходим фронту. В частности, это мотоциклы, квадроциклы, автомобили по повышенной правоходимости, квадрокоптеры. Это то, что мы действительно необходимы товарищам, по-моему, товарищам на фронте. Свой вклад в победу вносят и студенты Северокавказской академии. По инициативе ректора ВУЗа организована волонтерская деятельность для учащихся, в которой активно участвуют более 250 молодых людей. Студенты Северокавказской государственной академии, в частности Медицинского института, с середины 2022 года, с июня месяца, оказывают активную помощь военному госпиталю Министерства обороны Российской Федерации города Ростова. Оказывают активную помощь в качестве среднего медицинского персонала, в качестве младшего медицинского персонала, выполняют всю необходимую помощь, начиная с транспортировки больных, также выполняют перевязки различного вида инъекций, внутримышленные, внутривенные инъекции, также ассоциируют врачам-хирургам на трудоемких хирургических операциях. Мы узнали от наших однокурсников, от наших старших, что есть возможность поехать в военный госпиталь, и поэтому решили отправиться туда, чтобы оказывать помощь как самому персоналу госпиталя, так и военным, раненым военным. Каждая помощь важна. В Карачево-Черкесию на отдых приедут дети из Белгородской области. Школьников разместят в загородных стационарных лагерях Гранд Виктория в Домбай и Жемчужина в Тиберде, где для них созданы все необходимые комфортные условия. Для детей это в первую очередь возможность отдохнуть в безопасности. Для наших гостей подготовили досуговую программу, написал в своем телеграм-канале глава региона Рашид Семрезов. Также он отметил, что республика готова в случае необходимости организовать отдых детей из Курской области. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Покорачева-Черкесии при силовой поддержке бойцов Росгвардии по подозрению незаконной банковской деятельности задержали 39-летнего жителя Черкеска. Установлено, что подозреваемые действия совместно с неустановленными лицами, не имея банковской лицензии, оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы от Надневки. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки злоумышленники получали определенный процент. Незаконный доход составил более 17 миллионов рублей. В отношении подозреваемого, а также иных неустановленных лиц, возбуждено уголовное дело. Другим темам. Сегодня православные верующие отмечают медовый спас. На Руси в эти дни было принято делать заготовки на зиму из меда, орехов и яблок. Лакомства несли в церковь и освещали. Считалось, что эти продукты, в особенности мед, станут по-настоящему целебными и смогут вылечить от многих болезней. О пользе меда и в чем главная тайна пчеловодства расскажет Фатима Даурова. Два закадычных друга – пчеловоды-пасечник Мухаммед Такбаев и Арсен Мамхягов знакомы каждому любителю сладкого лакомства из родного аула и соседних поселений. За их медом всегда выстраивается очередь, а все потому, что он отличается качеством и полезными свойствами. Мед дает не улей, а умелое применение хороших способов ухода за пчелами, считает пасечник в третьем поколении Арсен Мамхягов. Мой прадед занимался этим всю жизнь. По отцу, прадед, дедушка, по матери, дедушка. Даже в совхозе пчелами он именно занимался, по матери, дедушка. И поэтому, наверное, ко мне пришло это, по наследству. Хторит его словам и более опытный и мудрый по годам пчеловод Мухаммед Такбаев. Как учитель физики, проработавший в школе 48 лет, он, как никто другой, разбирается в законах мироздания. И, конечно же, лучше определяет повадки пчел и знает их способности. Они различают цвет электромагнитных волн. Это радуга, семь чистых цветов. Это каждый охотник желает знать, где сидит фаза. Это человеческий глаз различает. А пчелы еще больше различают. Вот. Ориентируются они по этим электромагнитным волнам и возвращаются. Пчеловоды республики в конце мая, начале июня уже собрали первый урожай вкуснейшего полифлерного меда. Он вобрал в себя ароматную композицию весенних цветущих растений и высоко ценится по своим вкусовым качествам. Пасека нашего героя расположена на одном из красивейших мест. Жители аула Жако называют его Четопа. Вся лощина, близлежащие холмы и поля богаты разнотравием. С чьих соцветий трудолюбивые пчелки каждый день собирают мед. И буквально через месяц, в начале августа, начнется медогонка. Жизнь на пасеке в самом разгаре. Пчелки усердно трудятся, пополняя запасы чудесного нектара к медовому спасу. Теплые летние дни идут своим чередом. Арсен Мамхягов продолжает дело своих дедов и прадедов, наслаждаясь каждым моментом своего бытия в окружении непревзойденной красоты родного края. Фатима Даурова, Олег Малхожа, Вести, Карачаево, Черкесия. Накануне в Черкесске стартовал ежегодный турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Александра Давыдова. Участие в престижном соревновании принимают спортсмены из многих регионов страны. На открытии побывал наш корреспондент Артур Мхце. Четвертый по счету турнир памяти выдающегося тренера по боксу Александра Давыдова собрал под сводами спорткомплекса «Юбилейный в Черкесске» многих именитых представителей этой олимпийской дисциплины. Один из них – бронзовый призер главного спортивного форума в Афинах Мурат Храчев. Является воспитанником опытного наставника. Было принято решение ежегодно проводить турнир памяти Александра Давыдова. В первую очередь мы хотим увековечить всеми возможными способами его неоценимый вклад в развитие спорта и бокса в Карчао-Черкесии. Поэтому один из таких инструментов, один из таких способов – это проведение ежегодного турнира памяти Александра Давыдова. Есть люди, которые и после смерти остаются значимыми величинами. В боксерском мире быть воспитанником заслуженного тренера России Давыдова – своего рода знак качества. Причем для многих ребят Александр Степанович был не просто наставником, но и вторым отцом, который помогал ребятам, советам и делам стать настоящими людьми. Александр Степанович для меня в жизни является по сути вторым отцом, потому что когда я начал боксом заниматься, отца моего не было в живых. И эту роль в моей жизни занял тренер. Я очень много оставался у него дома. То есть наши отношения не только тренировочного процесса касались, по сути это было полное воспитание. Он воспитал меня как второго сына. Когда в 2019 году Александра Давыдова не стало, ученики решили увековечить его имя организацией крупного боксерского турнира. Помогли и власти региональной столицы, при непосредственном участии которых соревнования проводятся столь масштабно. Александр Степанович с большой боком тренера, видокок, который воспитывал детей наших, сейчас продолжает этот путь его воспитания, который в первую очередь прививал право и правильное воспитание. Я хочу, чтобы подрастающее поколение равнялось на эти принципы, прослее по тем девизам Александра Степановича, чтобы детки все те мечты, которые у вас есть, те надежды, чтобы они у вас исполнили. Для большинства боксеров первый день турнира памяти Александра Давыдова стал своего рода ознакомительным. На ринг в основном выходили представители легчайших весовых категорий с небольшим числом претендентов на медали. Впрочем, и здесь были радость от побед и слезы горечи. Через что-то подобное много лет назад проходили те, кого сейчас считают элитой бокса Карачао-Черкесии. И у новых поколений спортсменов все еще впереди. Тем более, что есть на кого ориентироваться и чьими достижениями республика по праву гордиться. Артур Мухца, Виктория Карпенко, Вести, Карачао-Черкесия. В боевых действиях во время Великой Отечественной войны принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних. За боевые заслуги их награждали орденами и медалями. Среди них были пионеры-герои, которые прямо со школьной скамьи бесстрашно шагнули в зарево войны, став настоящими героями в борьбе с оккупантами. Одним из них был Дима Юрченко, молодой партизан, который вписал свое имя в героическую историю страны. О молодом бойце и людях, трепетно чтущих память солдат, расскажет Фатима Даурова. Смотрите ее специальный репортаж. Редактор субтитров А.Семкин